Всем привет! Вы на канале Орхидс Лайф Лана. Сегодняшняя тема видео будет о сортах каодовых. Я хочу с вами поделиться своими наблюдениями по этому сорту. У меня только есть три сортика каодовых и сегодня мы будем говорить о них. Первый сорт это Каода Твинкл 1442, Каода Твинкл обычная и Каода Твинкл 362. Мои наблюдения плюсы и минусы этого сорта. Плюс это компактная розеточка, это небольшие листья, это небольшие кустики. Орхидейка не любит расти. Это мультифлорные сорта. Орхидейка не любит расти большими развесистыми листьями. Это маленькие компактные листики и это можем мы наблюдать по сорту 1442, который Каода Твинкл 1442, который находится в горшочке 1,7 и сам он тоже не крупненький. Пока он был у меня, он немножко подрос. И также мы видим Каода Твинкл классической обычной, которая тоже компактная розеточка, не крупная, но листья немножко отличаются. И Каода Твинкл 362, она в зеленом горшочке, приехала ко мне она в размере 2,5. Растение, горшочек был размера 2,5. Растение было, может быть, немножко больше растюшек, которые сейчас находятся в горшочке 1,7. То есть этот сорт 362 у меня вырос. Вот. Каода Твинкл 1442, да. Это у нас сорт, ну, как заявлено садовником, это NCK садовник, но он есть и у Мики Орхидс. Заявлен садовником как ароматный сорт. Цветочек такой пятнистый, бордовенький, с белой основкой, и на нем пятна бордовые красивые. Его родители, то ли мама, то ли папа, белого цвета, да. Как мы видим, на Каода Твинкл а-ля 362, о нем мы сейчас поговорим, почему я так говорю, а-ля 362. И у Каоды Твинкл 1442 родитель темненький, стандартный Твинкл бордовый восковой цветочек, да. И, по идее, цветок у Каода Твинкл 1442 идет, как вот, если смотреть по фото садовника, не совсем восковой, а как с мягкими лепестками, ну, вот, как обычно, мультифлорка, орхидейка. Каода Твинкл классическая, стандартная, мы даже видим, у нее листики немножко отличаются. Они не такие округлые, как у Каода Твинкл 1442, они более продолговатые. Этот сорт идет восковичок, бордовый восковичок, без, там, только белый язычок у нее, без каких-то сплэшов, просто классический, классическая мультифлорка темно-вишневого, такого, не знаю, вишневого бордового цвета. Вот, садовником этот сорт заявлен как ароматный. И моя горе-орхидейка, да, которая процвела Каода Твинкл 362, которая у меня процвела не сплэшовой орхидейкой, а зацвела как по сорту, по пересорту, будем так говорить. Она зацвела как родственники Каоды Твинкл 1442. Итак, по Каоде Твинкл 362 мы вернемся чуть-чуть дальше. Сейчас я хочу поговорить о плюсах и минусах этого сорта. Плюсы. То, что компактная розетка, небольшая, то есть те, у кого нет места, или кто, может быть, любит компактные орхидейки, небольшие мультифлорки, это очень прекрасный вариант для приобретения в своей коллекции. То есть это не высокорослые мультифлорки, максимальная их высота может быть, ну, максимум до 50 сантиметров. Это уже прям совсем максимум, так, 40-45 с цветоносиком. Это невысокие кустики. Минус этой орхидейки, ну, как, не именно орхидейки, а коодовых, именно всех коодовых, в том, что они очень любят съедать свои, кушать свои нижние листочки. И это мы видим по Каоду Твинкл 362. Мы видим почти съевший листочек. Этот листочек, она ко мне приехала с семью листочками, и это уже третий листочек, который она кушает. Когда она ко мне приехала, один из листочков уже был таким желтеньким, и при пересадке я этот листочек, он уже отпадал, я его просто убрала. Я видела, что внизу у меня есть еще подобные листочки. Вот они, вот именно вот такие они были. То есть, самое что интересное, желтел у меня, пожелтел листочек еще 6 месяцев назад от основания к шейке, да, и он так 6 месяцев не стоял, никаких движений не было. И вот сейчас, когда орхидейка зацвела, этот листочек он начал кушать. Но перед этим орхидейка скушала тот второй листочек, который был точно так же, желтел точно так же. Вот, сейчас она его съела. Вот, минус этих орхидейк, они любят кушать свои листочки. Каода Твинкл 1442. Если вы помните с предыдущих видео, у меня здесь было с маленьким растущим, 5 листочков. Но, постояв на адаптации, орхидейка решила точно так же, точно в таком же от конца листочек скушать. Не от шейки она его начала кушать, а от кончика. Просто она его скушла, видимо, ей нужны были силы для восстановления, да. Рост и развитие, ну, не хватало каких-то макро-микроэлементов орхидейки. В принципе, считается, когда орхидейка кушает листочек от кончика и до основания, если это нижние листочки идут, это в норме. То есть, орхидейка из этих листочков забирает какие-то питательные вещества, которых ей не хватает, да. Считается не в норме, когда листок орхидейка начинает желтеть от шейки и к концу, да. То есть, когда нижний листок или верхний орхидейка желтит от шейки и к кончику. Это считается ненормально. То есть, в этом случае у орхидейки могут быть проблемы с корнями, с самой шейкой. Ну, то есть, в этом случае нужно в срочном порядке разбирать орхидейку и смотреть, что с ней происходит. Либо же смотреть по ситуации. Не всегда есть такие ситуации, когда прям нужно срочно разбирать. То есть, нужно смотреть, что происходит с орхидейкой горшочки, да. Обсмотреть корневую систему немножко, раздвинуть мох или грунт, посмотреть, что там с шейкой делается. И дальше уже принимать решение, что вы будете делать с такой орхидейкой. Вот минусы этой орхидейки. Это она любит кушать листочки. Это та орхидейка, которая не щедра и не богата на листовую массу. То есть, она ее растит медленно, умеренно, никуда не спешит. Точно так же, как и сам сорт растет медленно, никуда не спеша. Свободненько, что-то себе думает. Дальше растет. Вот это, в принципе, нормальное явление для данного сорта. Это я делаю выводы сугубо по моим наблюдениям. Так вот, возвращаемся к истории с орхидейкой Коода Твинкл 362. Ну, я считаю, что это не совсем Коода Твинкл 362, что это самый, что ни на есть пересорт орхидейки. Да, это Коода, но это не Коода сплэшевая Твинкл 362, а это, скорее всего, Коода Твинкл 1442. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, посмотрите на этот цветочек. Он совершенно не восковой. Совершенно. То есть, округлость листьев. Листочки практически, ну, вот, смотреть, вот малышка и вот одинаковая форма листочков. Но листочки, как будем говорить, не показатель, потому что листочки имеют свойство впоследствии роста растения немножко видоизменять форму, но не настолько. Вот, если посмотреть на Коода Твинкл классику, да, стандартную, ароматную, у нее листочек отличается. Он немножко такой продолговатый и не такой округлый, как у Коода Твинкл 1442 и Коода Твинкл 362. Вот. Это Коода Твинкл 362 от садовника Микки Орхидс. Я покупала у продавца-посредника, который не предоставил мне бирочку садовника, как это бывает у Кооды Твинкл классической, да, как садовником Энсикой. То есть, он предоставил мне свою бирочку со своим названием. И пойди догадайся, Коода Твинкл 362 или Коода Твинкл 1442, да. Вот мы можем посмотреть на других растюшках. Как правило, идет вот такая от Микки Орхидс бирочка, да. То есть, это как бы гарантия, которая, ну, как садовник не дает гарантию, но это подтверждение того, что как бы садовник вам продал этот сорт. У Коода Твинкл 362 этой бирочки не было. Я, конечно же, с этой проблемкой, то есть, моя колодочка начала цвести. Она выдала мне три бутончика, два из которых, мы видим, она успешно засушила. То есть, позасушила мы поговорим тоже чуть-чуть попозже, почему она у меня так сделала. И в одно прекрасное утро я захожу, смотрю, она у меня зацвела не с плешевым, а беленьким, с розовым оттенком. Но белый цвет, видите, такой он какой-то, он не такой, не прям белый-белый, а какой-то грязного оттенка, с такой, с розовинкой, да. И вот губка, вот точь-точь, как у Коода Твинкл 1442, вот эти вот цяточки, все такое, как у Коода Твинкл 1442. Я постараюсь в видео вставить фотографии, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Как из себя, как выглядит Коода Твинкл 1442, Коода Твинкл классическая и Коода Твинкл 362, да. По крайней мере, у садовника Микки Орхидс на фотографиях не было заявлено, что данный сорт может процвести еще там какими-то белыми, бордовыми или еще какими-то цветочками своих родственников, да. Что Микки четко утверждал, что данный сорт будет цвести именно восковиком, таким плотным восковым цветочком, как у классической Кооды Твинкл. И плюс еще будет сплэш, да, но этот сорт является неароматным. Вот, аромат у этого сорта действительно я не услышала, нет этого аромата у Коода Твинкл 362. Сказать, что я не расстроена, да, я расстроена, что я не получила тот цветок, который я так хотела. То есть, если бы я знала бы, что Коода процветет белым, я бы ее не купила бы в подростке, да. То есть, я бы присмотрела бы другие сорта, но что есть, то есть. Что самое интересное, продавец, когда продавал этот сорт, собирал предзаказы, он заявлял о том, что я даю гарантию со своей бирочкой, да. Вот, если вдруг орхидейка процветет не по сорту, то я как бы решу этот вопрос садовником, и мы что-то придумаем. Ну, конечно же, когда орхидейка процвела не по сорту, я обратилась к продавцу, продавец открестился от меня и не захотел этот вопрос никак решать. И по отзывам я видела, что есть еще клиенты, которые купили у продавца из той же поставки эту Кооду Твинкл 362, и у этих девочек Коода тоже процвела беленьким. Но есть единичные клиенты, кому повезло, и эта Коодочка процвела именно с плэшевым восковиком. Вот, я не грешу там на садовника или на продавца, но если бы была бы вот эта вот бирочка от Мики, то, наверное, вопрос был бы исчерпан и не возникал. Вот, но продавец эти бирочки от Мики утилизировал и предоставил свою гарантию. Но когда Коснов сделал гарантию, он не захотел решать этот вопрос. Вот, да, покупая подростков, это всегда есть игра, как будем говорить, в лотерейку, да. Здесь повезет, не повезет, орхидейка может процвести по заявленному сорту мутанту, либо же орхидейка может процвести по своим родственникам, которых когда-то скрещивали, да, чтобы получить этого мутанта. Вот, то есть мутация такая штука. У меня даже есть орхидейки, которые я покупала у продавцов, голландцев, цветущих, простых, не бабочек. Но у меня сейчас Deep Relax, дальше наращивают бутончики, цветоносики новые, разветвления идут. И она у меня в последующих цветениях цветет бабочкой, защипами с мутацией. Даже такое может быть. Может быть такое, что вы купили орхидейку мутанта, и она у вас процвела в первый раз мутантом, в последующие разы может процвести обычной орхидейкой своих родственников, без мутации бабочки, без сплэшевой мутации. Такое тоже может быть. Может быть такое, что вы купили подросткам, и она вообще не процвести в мутации, то есть может цвести обычным цветочком. Вот. А может быть такое, что вы купите орхидейку, и где-то кто-то ошибется, и вам поставят как пересорт. То есть вам может попасться не Коуда Твинкл 362, как мне, а Коуда Твинкл 1442, что я подозреваю у меня и случилось. Вот. Я за орхидейкой буду смотреть, я буду ее дальше выращивать. Я хочу посмотреть ее следующее цветение, что она мне в следующем цветении выдаст. А вдруг она в следующем цветении мне выдаст того восковика мутанта, в чем я, конечно, очень сильно сомневаюсь, но кто знает, что у нас будет в следующем цветении. Как мы видим, моя орхидейка-каодочка дала мне всего три бутончика, да. То есть у нас тут есть, у нас есть активная почечка, да, откуда она может дорастить еще бутончики. У нас есть активные почечки по бокам. Да, это тоже все живые почки, которые могут нам дать новые разветвления, новые бутончики, и она может продолжать свистеть. А может просто эту веточку впоследствии засушить. То есть в моем случае орхидейка у меня открыла всего один бутончик, два она успешно засушила. То есть причины сушки бутонов, это могут быть разные причины. Это может быть сквозняк, это может быть плохая циркуляция воздуха, это может быть нехватка влажности, это могут быть проблемы с корнями, это может быть нехватка солнечного света, да. Хотя, ну то есть в моем случае сквозняк, холодный подоконник, там отсутствие влажности, проблемы с корнями отпадают автоматически, потому что в помещении, где находится колодочка, она не стоит прямо на подоконнике, она стоит недалеко от окна, буквально в 80-50 сантиметрах, да. То есть это, то есть у меня западная часть окна, солнца и света очень много, плюс эта орхидейка у меня стоит на досветке. То есть днем получает дневной свет, и когда пасмурно, у меня всегда есть для этих орхидеек досветочка. Почему же моя орхидейка засушила бутончики? То есть я это сопоставляю с тем, что она начала кушать листочек, ей, возможно, не хватает каких-то макро-микроэлементов, вот. И это еще молодое растение. У молодых растений это стандартное явление, когда они сушат бутончики. То есть растение еще молодое, оно еще не цвело, ну, то есть ему нужно адаптироваться, привыкнуть к вашим условиям и факторам, да. То есть растение ко мне приехало в сентябре, в начале сентября. Вот это растение впервые у меня проводит осень, зиму, да, и растению нужно привыкнуть к этим условиям, так как растение тропическое, оно приехало к нам из Азии, там тепло, климат совершенно другой, там влажность другая, у нас другие условия. Вот. Я, как бы, сопоставляю сушку бутонов с тем, что орхидейке просто не хватило сил вытянуть этих, там, еще два бутончика к третьему распустичному цветочку, потому что когда цветет наша орхидейка, она тратит безумное количество сил и энергии, макро-микроэлементов, питательных веществ для того, чтобы нас порадовать такой красотой. Вот. Листочек я желтит, орхидейка желтит листочек, я его не буду отрывать, то есть ни в коем случае не отрывайте листочек самостоятельно, именно вот тот, который орхидейка кушает. Ну, ей нужны питательные элементы, пусть она скушает этот листочек, а потом, когда она его докушает, он сам по себе отпадет, и вы его уберете, и там остатки чешуек просто аккуратненько снимите. Покажу еще корневую систему. Корневая система очень хорошая, орхидейки, да, корешочки, которые были покороче, когда она ко мне приехала, они тянутся вниз к горшочку. Вот они корешочки, красивые, жирные корешочки, хорошенькие. В моем случае такие варианты, как нехватка влаги, недолив или перелив, сквозняк, холод, отпадает. Температура у меня на балконе, балкон оборудован под кабинет, утеплен, температура у меня там сейчас 19,8, к вечеру идет подогрев, температура поднимается до 22 градусов, то есть оптимальная температура, не жарко, не холодно, то есть та температура, которую любят орхидеи. Влажность в помещении, где находятся орхидейки колодовых у меня сейчас 49%, максимально поднимается до 60%. Вообще идеальная влажность для орхидеек это 70% и выше, до 90%. Я кроме этого ежедневно делаю опрыскание, то есть не прям по листу, по листу, а я пульверизатором делаю такой легкий туман, то есть на расстоянии 20-30 сантиметров делаю пшик, и этот туман рассеивается по орхидеикам. Вот еще, как делаю я, я открываю окно на проветривание, но главное, чтобы температура на улице была не минусовая, хотя бы плюс 8 и выше, да. То есть проветривание я в любом случае делаю, даже когда минусовая, я так открыла на секунд 20-30, там закрыла, и вот так в течение дня по возможности вспомнила и делаю, вот. Увлажнение у меня не стоит увлажнитель для орхидей, увлажнение я делаю опрыскиванием, то есть, как я и говорила, пульверизатором на высоте где-то 300 сантиметров, я сделала пшик, этот рассеянный туман, он, влажный туман, расходится по орхидейкам, и так я увлажняю все орхидейки, вот. Так что сушку бутонов моей колоды я сопоставляю с тем, что ей просто не хватило сил вытянуть и раскрыть эти бутончики, ну и да, конечно, сейчас не хватает того активного солнечного света, который у нас бывает весной и летом, и осенью, да, то есть, сейчас более-таки пасмурные дни, но все же такое у меня произошло за все время зимой впервые, и это только с двумя подростками. Это Ох Мадонна, которая мне дала первое цветение, два цветоноса, 13 бутонов, она начала раскрывать первый, потом пошел второй бутон, и потом все остальные бутоны она просто засушила. Но там с Ох Мадонной мне понятная история, к огромному сожалению, она начала цвести в тот самый пик, когда у нас были более темные дни, длинные ночи, короткие дни, света не хватало, я и старалась сделать досветку, но все равно орхидейке этого не хватило во время цветения, и она эти все бутончики просто засушила. Сейчас Ох Мадонна на этих же цветоносах у меня продолжила наращивать бутончики, но все равно я смотрю, там из 12 или сколько там бутончиков, посчитать даже не смотрела, один умудрила засушить, остальные растут и развиваются, ну посмотрим, что будет с ней. Вот у меня только два подростка, Калода и Ох Мадонна сделали такой сюрприз с бутонами. Пока что другие подростки, которые на цветоносах, они не сушат бутончики, я еще за ним понаблюдаю, посмотрю. По поводу голландцев, у меня есть голландцы на бутонах, на цветоносах, прекрасно они их раскрыли, эти бутончики, ни один бутон не засушили, все шикарно. Вот, а вот именно с двумя подростками у меня такая вот история. Вот, надеюсь, мое видео было вам полезно, вы досмотрели его до конца. Я буду благодарна вам за подписку, за репост моих видео, за комментарии и за лайки. Задавайте вопросы, мы будем вместе их разбирать. Я буду на своих примерах, историях вам рассказывать, как была ли у меня такая ситуация, и как я в такой ситуации поступала с проблемами в орхидеике. Вот, была рада вам помочь. Надеюсь, мое видео было полезно. И всем пока-пока, до новых встреч!